Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Стоит отметить, что за последние десятилетия городскому озеленению и благоустройству парков, скверов и зеленых насаждений уделяется много внимания. Активно прорабатываются все способы ослабить экологическую и психологическую нагрузку горожан, обновляются природные оазисы, парки, скверы, аллеи, где легко дышится и появляется возможность ощутить себя в окружении живой природы. О работе муниципального предприятия городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз», который осуществляет благоустройство территорий и озеленение городских объектов, сегодня буду беседовать с моими гостями в студии. Леонид Вячеславович Дюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа «Самара», и Надежда Кузьмишина-Малыхина, инженер производственно-технического отдела «Спецремстройзеленхоз». Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! 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 Общая площадь этих объектов, которые содержатся, тоже 172 гектара. Это все содержит в «Спецремстройзеленхоз». То есть высаживает, ухаживает, поливает. Ухаживает, да, совершенно верно в рамках того контракта, который заключается с департаментом городского хозяйства и экологии. Вы муниципальное предприятие. Расскажите, как давно вы в нем работаете? И вот я озвучила, что вы инженер производственно-технического отдела спецремстроя Зеленхоз. В чем заключается ваша работа, Надежда Кузьминишна? Я работаю в этом предприятии очень давно, практически 47 лет. С того момента, как пришла после окончания Энгельского коммунального строительного техникума и начала здесь работать. До сих пор здесь работаю. Моя работа, вначале я работала и бригадиром на объектах, работала и прорабом, работала и мастером на участке. А сейчас, уже 20 с лишним лет, я работаю инженером производственно-технического отдела. Моя работа заключается в оформлении цветников нашего города, заявках, запросах на посадочный материал, приобретения посадочного материала, семян, цветов, сюльпанов и всех прочих растений, которые мы здесь высаживаем. Ну, в одиночку-то наверняка справиться не удастся. Такой объем, конечно, огромный и город наш большой. Скажите, а вот как вообще получается, вот от начала, ведь огромные теплицы, да, в вашем предприятии, высаживаются сначала маленькие растения, потом они переносятся на клумбы нашего города. Вот как все это происходит? Это коллективная работа больше? Либо уже настолько все вот слажено годами, все это проработано, что проблем не возникает? Дело в том, что у нас каждое отделение занимается своим видом работ. Первоначально, с чего мы начинаем работу, согласно контракту, у нас определены, значит, все виды растений, однолетних там, луковичных растений, которые нам будут необходимы при посадке на объекты города. Мы начинаем изначально с закупок семян цветочных культур. В настоящее время закупаем только профессиональные семена, выбираем сорта, которые более новые, которые, значит, более выровненные, с красивыми шапочками, красивыми окрасками. И тогда уже, когда мы все это выбрали, проторговали, нам поставщики начинают их поставлять. Затем я эти семена передаю на Ракитовское шоссе 4, там, где у нас располагаются наши оранжереи. Они занимают где-то 3,1 гектара. Там, значит, главным агрономом Филимоновая Ирина Банна. Это ее хозяйство, ее прерогативы. Она начинает с посевы. Вначале, где-то первые мы усеваем герань и бегонию. Это в декабре месяц. У нас зимой уже начинается весна. Очень долгий срок, значит, их семян прорастания, пикировки, чтобы они уже к началу сезона, это где-то конец апреля, начало мая, к 9 мая, чтобы у нас город был цветущий. Они растут, развиваются. Их там обязательно подкармливают, проводят поливы, прополки, рыхления, пикировки. Это все у нас, когда заезжаешь весной в нашу оранжерею, там просто цветущий сад. Там огромное количество петуний разных цветов, разных сортов, в общем, тагетисов различных. Ну, и всех цветов, которые мы выращиваем. И которые потом можно впоследствии увидеть в городе. Леонид Вячеславович, скажите, пожалуйста, вот как администрация городского округа Самара взаимодействует с муниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз» и вообще вот насколько важно такое взаимное сотрудничество, просит ли вас о помощи, какая поддержка оказывается и на каких этапах? Ну, действительно, Департамент городского хозяйства уже много лет сотрудничает с нашим муниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз». Ежегодно практически заключаются контракты, но хочется сказать, что данное предприятие участвует в конкурсах на заключении контракта на общих основаниях, то есть никаких преференций в этом отношении нет. Это открытый конкурс, аукционный, поэтому «Спецремстройзеленхоз» уходит как самостоятельный участник и выигрывает это все в рамках конкурсных процедур. Далее, когда уже заключен контракт, мы уже дальше начинаем взаимодействие в плане того, какой ассортимент растений будет необходим, какой тетевой гаммы. Мы с ними обсуждаем адресный перечень, где будут высажены эти растения, с учетом их, скажем так, устойчивости к антропогенной нагрузке, то есть с учетом значимости объекта, то есть если это какой-то такой видовой объект, значимый, необходимые растения каких-то строгих цветов, расцветок и так далее, форм. Если это какая-то прогулочная зона, там уже можно что-то более пестрое посадить, такое разнообразное, скажем так. Кроме того, обязательно обсуждаем современные тенденции в ландшафтном озеленении. Они сейчас есть, их много. То есть это использование такого микса и однолетников, и многолетников, поскольку у них разные периоды цветения, чтобы была непрерывность смены растений на клумбах и так далее. Это и вопрос вертикального мобильного озеленения. Это сейчас очень, скажем так, такой момент, который используется у многих мегаполисов города. Не секрет, что не всегда и не везде, допустим, можно высадить растения в грунт. Я имею в виду древесно-кустарниковую. Здесь помогает именно вот эти контейнерные озеленения. То есть в этом году мы, вот посоветовавшись зеленхозом, например, не только хвойные растения стали высаживать в контейнеры, ну и гортензию, да, надежда, конечно, в этом году впервые. Думаю, это эксперимент достаточно удачный. Именно вот сочетание именно цветущих кустарников и хвойников, вот оно дано такое интересное сочетание. Ну а вообще традиционно каждый год одно и то же в городе высаживается, либо вот ежегодно вы следуете модным современным флористическим тенденциям и придерживаетесь их? Нет, вы знаете, как мы сами сейчас ответим, я просто хочу сказать, что есть уже, допустим, устоявшийся какой-то видовой перечень. И там тоже тагетис, петуния, они хорошо себя зарекомендовали в городской среде, то есть в плане выживаемости, устойчивости там, перепадной температуры, каким-то засухом периодическим, быстротой набирания цветоносов. Вот эти растения, они используются, в принципе, во всех мегаполисах и традиционно. И к ним добавляется что-то новенькое каждый год всегда. Например, у нас всегда, Надежда Кузьмишина, вот именно в вертикальном отделении, вот эти кашпо, которые вдоль основных улиц и магистралей, там вот у нас новые, да, виды в этом году были? Да, я расскажу потом о нем. Да, да. То есть, кроме того, допустим, у нас есть много объектов, которые в рамках комфортной городской среды были оформлены, и там необходимо их поддерживать в том состоянии, в котором они были изначально, поэтому требуется какая-то где-то подсадка, рассадка, что-то там. Подкормка наверняка, да. Да, что-то где-то могло погибнуть, поэтому, соответственно, необходима замена. Поэтому здесь видовой состав зависит от многих факторов. До работы сложно еще, я хочу добавить. Не просто же ведь не только высадить, да, и поддерживать эту красоту, и всячески ухаживать. Вот расскажите, сложно поддерживать такую красоту в городе? Кто вам помогает? Ну, конечно, поддерживать красоту сложно. Во-первых, это большой, очень недостаточный объем, даже для нашего такого большого города. И тем более, все это разнообразно и на земле, и в мобильном озеленении, и в вертикальном озеленении. Все это произрастает. И, конечно, необходим обязательно полив, очень тщательный полив, потому что без полива растения регулярные. Да, поэтому составляется ежедневный график полива, и определенные дни, определенные места проливаются. На следующий день другие места проливаются. Очень много у нас, значит, полива проходит в ночное время. Работают ночью поливомоечные машины и поливают. И, конечно, это питание. Если растение только дать попить, оно не будет так пышно свести, не будет так расти. Поэтому постоянно, также в ночное время, потому что, когда солнце, кормить их нельзя, может растение как бы погибнуть из-за того, что солнечные, значит, лучи. И постоянно мы ночью заправляют болера, вот, значит, под кормкой, и проливают, поливают, кормят эти растения. Особенно, значит, вот, в тех кашпу, которые имеют маленькую площадь питания, они достаточно должны быть хорошо прокормлены. Иначе они не дадут такого красивого эффекта, как вот они сейчас в настоящий момент имеют. Скажите, а вот насколько активна позиция жителей города Самара, я имею в виду сейчас в плане украшений, ну и поддержания, конечно, такой красоты. Вот, может быть, какие-то обращения, пожелания жителей. Ну, традиционно, к примеру, в скверах, где гуляют, ну, к примеру, жители промышленного района, высаживается определенный вид растений. А есть пожелания высадить какие-то другие? Вот, как налажен контакт с жителями города, Леонид Вячеславович, к вам вопрос. Ну, разумеется, у нас поступает обращение граждан с предложениями по оформлению, но, в основном, это касается, в основном, высадки деревьев и кустарников, то есть создание такой теневой зоны, зоны пылезащитной вокруг живых домов, либо там где-то у них какой-то сквер, где бы они хотели дополнительно высадить деревья, с тем, что там производился снос аварийных деревьев, больных умерших. Ну, и в плане именно создания цветников тоже поступают обращения, вот, например, буквально в этом году из центральных районов города были обращения, да, по улице Фрунзе, что просят, что бы дополнительный бы нам цветник здесь устроить. Один есть, хорошо, но хотелось бы еще. Самостоятельно пытаются что-то озеленять, высаживать, но хотелось бы предупредить в этом отношении, что не всегда высадка производится теми видами растений, которые разрешены к использованию в городской среде. Вот был случай, буквально позвонила житель, сказала, мы вот высадили цветы, а их у нас скосили. Потом, когда мы остались с ней общаться, выяснилось, что она высадила дурман, который, как бы, в принципе, является ядовитым растением. Да, он красиво цветет белыми цветами, но не разрешен к использованию в городском озеленении. Пришлось ей объяснить, что вот это растение, оно не совсем уместно на городском объекте. Ну, то есть и здесь к вопросу о всяческих аллергиях, да? Да, конечно. То есть все цветы гипоаллергенные, разумеется, и нельзя встретить цветы или растения, которые вызывают вот такое негативное воздействие на человека, верно? Да, ну, кремная перстянка – это тоже запрещенное растение, которое можно, значит, сажать на городских объектах. Ну, почему? У нас, допустим, даже в плане кустарников поступало много пожеланий, обращений, например, боярышник имеет большие шипы, если это рядом детская площадка или зона пробки. Да, элементарно можно пораниться. Да, поэтому там тоже они не рекомендованы к высадке. Скажите, какие работы и где нужно, и вы проводите их постоянно? Вы имеете в виду по посадке цветов? Я имею в виду вообще и по уходу, ну вот, то есть те объекты, где непрерывно нужен глаз да глаз. Да еще здесь мы, наверное, коснемся немножечко темы вандализма. Все равно она имеет место быть, ну и, наверное, актуальна тоже, да? Вандализм, да, актуальна. Значит, хотелось бы обратиться к жителям нашего города, чтобы они уважали труд озеленителей и не брали цветочки, которые мы высаживаем на свои балконы. Потому что очень обидно бывает, когда будет сделан красивый цветник, значит, подобран ассортимент, смотрится очень эффектно, эстетично, да. А потом получается так, что кто-то приходит ночью, один цветочек забрал, второй цветочек забрал, третий цветочек забрал. И приходится, конечно, потом все это восстанавливать собственными силами, за счет собственного средства, чтобы восстановить вот то, что было раньше достаточно. А вообще как часто такое происходит? Ну, вы знаете, первоначально, где-то вот начиная в мае, это более актуально. Затем уже к осени ажиотаж в этом направлении спадает. Особенно любят и растения, которые можно в домашних условиях, как комнатные, там, гираль, например, вот большие любители, колеусы. Но ведь под часть иногда есть виды растений, которые дома нельзя использовать как комнатные растения, но люди об этом не знают, но все равно выкапывают, и оно в итоге у них погибает. Либо балконцы бы хотят озеленить, там, той же питуней. Ну, а потом... Которые есть на всех объектах, и это же, конечно, видно, кто это делает, но зачем это делают, понятно. Поэтому, наверное, не стоит лишний раз рисковать, потому что на следующий день просто полиция может постучаться в дом. Да, конечно, такое может быть. Сколько техники задействованы в городе для обслуживания и скверов, и зеленых зон? Ну, в муниципальном предприятии спецместра «Зеленхоз», который обслуживает, это из 164 объекта, 58 единиц, скажем так, крупной техники. То есть это и самосвалы, полевомоечные машины, и, кроме того, есть средства малой механизации, где-то порядка 120 единиц. Это газонокосилки, триммеры, то, что необходимо для ухода за газонами, поскольку спецместра «Зеленхоз» занимается далеко не только цветниками. Он проводит уходные работы в комплексе, то есть если это сквер, то там и покос газонов производится, и стрижка живой изгороди, если она там имеется, обрезка, санитарная обрезка деревьев, валка деревьев в случае всех гибели, подметание, помывка дорожек, уборка мусора. Все это производится силами данного предприятия в рамках контракта. Это вы отвечаете на мой вопрос, чем еще занимается спецрем «Зеленхоз»? Нет, это не совсем. Нет, то есть еще есть дополнительная работа? Конечно, спецрем «Зеленхоз» работает в рамках своей уставной деятельности. У нас с ним, кстати, с данным предприятием не один муниципальный контракт. Кроме того, есть контракт на обслуживание городских фонтанов, то есть есть у них отдельная служба, которая этим занимается. У нас 49 фонтанов и система автополива, которая также содержится специалистами спецрем «Зеленхоз». Кроме того, есть контракты на высадку деревьев, то есть восстановительное озеленение, поскольку у вас есть еще и большой питомник именно по саженцам деревьев и кустарников. И участвует также в поставке элементов мобильного озеленения, то есть вертикальные конструкции, подвесные кашпо и даже ландшафтные скульптуры, которые у нас устанавливаются, также специалистами «Зеленхоза» делаются. Расскажите, пожалуйста, про питомники. Ну, у нас-то находится на нашем балансе два питомника. Один питомник – это не доезжая поселка Алексеевка, а второй питомник – это Смышляйск. Общая площадь питомников – 58,1 гектара. Там выращивается достаточно большой ассортимент деревьев, кустарников. Ежегодно, значит, мы эти деревья кустарников реализуем, значит, или в рамках контракта, или сторонним организациям, которые приобретают, даже приезжают из других городов за нашим посадочным материалом. Там выращиваем и тополь, и липу, и березу, и, значит, ивы, и каштаны, да, очень хорошие и красивые. Также очень много кустарников, и хвойных кустарников, и лиственных туи, и шаровидные, и колоновидные туйки. Выращиваем. Вот сейчас, как рассказывал Леонид Вячеславович, мы, значит, посадили их в вертикальное озеленение, в эти кашпо, и они у нас выставлены. На Крымской площади здесь очень красиво вписались эти кашпо, значит, с шаровидными туйками, с гортензией. Значит, на улице Красноармейской, 17, около фонтана, там тоже композиции сделали из этих кустарников. И из туй шаровидных. По улице Молдогвардейской сейчас достаточно много тоже поставлено в таких организациях. Все, что мы практически выращиваем, мы реализуем для своих нужд. Возвращаясь все-таки к теме аллергии, скажите, вот понятно, что вы высаживаете, ухаживаете, наводите красоту в городе, озеленяя его и преображая всячески. Но есть еще и такие цветочки, которые растут самостоятельно, я сейчас имею в виду одуванчики. Скажите, а вот предприятие как-то борется вот с этим сначала красивым, да, цветком, а потом уже когда летит многочисленный пух, конечно, ну это беда, просто-напросто сказать. Вот здесь как-то предпринимаются какие-то шаги? Ну, вы знаете, в основном покос, да, в основном идет покос. Ранний покос до начала образования, вообще, цветения и, в общем, когда начинается уже лететь пух. Ну, здесь неоднозначная позиция жителей. И, кстати, многие жители прям звонят и говорят, что вот зачем вы, Костя, одуванчики, мы вот здесь ими любуемся с балконов и так далее, и так далее. Поэтому тут позиция равна. Любуемся, да, хорошо. Но здесь вопрос, как я уже сказала, аллергии и противопожарной, конечно, потому что детки балуются и порой пух поджигает, и это может привести к невероятным последствиям. Но здесь, кстати, вопрос еще и к тополям. У нас в городе много высажено до сих пор тополей, и вот здесь тоже такой вот вопрос пограничный. Ваше мнение вообще? Тополя, они у нас тот тополь, который именно является источником вот этого пушения, да, пуха, это тополь бальзамический. Он высаживался у нас в нашей стране где-то в 70-80-е годы. Уже последние, наверное, лет 15-20, по-моему, он в городском озеленении не используется. Мы используем только те сорта тополей, которые лишены такой возможности. Это в основном тополь пермедальный, серебристый и так далее. А те тополя, которые сейчас имеются в наличии и достигли, скажем так, уже предельного возраста в своей жизни, либо состояние их пришло такое, что вот не секрет, что в городских условиях деревья живут несколько меньше, потому что более подвержены они заболеваниям из-за перепадов различных климатических и прочее, либо они удаляются, как аварийные больные, либо в последнее время проводится их омолаживающая обрезка, так называемая, которая также имеет неоднозначные позиции среди жителей, но тем не менее такая практика существует везде, во всех городах с целью сохранения данного дерева, то есть обрезаются крупные ветки, части стволов, да, сначала как бы в зимний период или в начале весны это смотрится не совсем эстетично, но впоследствии дерево начинает обрастать новыми побегами, и там в течение нескольких лет взамен спиленных ветвей образуются новые. Конечно, такое дерево требует дополнительного ухода, то есть все раны должны быть обязательно замазаны, специальная подкормка и прочее должно быть, но тем не менее это тот выход сохранить дерево, потому что не всегда и не везде взамен снесенного можно высадить новое. Поэтому именно применение такого вот метода обрезки позволяет продлить жизнь этому дереву. Ну вот, кстати, очень многие граждане порой болезненно реагируют на оспиливание деревьев, и каков алгоритм принятия решения вообще о спиливании аварийных деревьев и замены их на новые? Вот, к примеру, если спилили опять же тот же тополь, посадят новый тополь, либо другое дерево? Кто мне ответит на этот вопрос? Ну, про алгоритм, наверное, я расскажу, а про вот замену, наверное, Надежда Кузьмишина потом меня добавит. Существует определенная процедура, то есть есть муниципальная услуга под названием выдача разрешения на право сноса зеленых насаждений. Она выдается в определенных случаях, то есть это если деревья у нас признаны вольными, аварийными, если они затеняют инсталляцию, и если, допустим, ведется какое-то строительство. То, что касается проведения строительства, это выдает разрешение наш департамент. Все остальные случаи выдает администрация внутригородского района, куда следует обратиться, в том числе даже если на придомовые территории. Ну, а по поводу высадки новых деревьев, Надежда Кузьмишина? Ну, по поводу высадки новых деревьев, это не обязательно, что на этом месте, там, где Ростополь, нужно его сажать. Если он посажен в рядовой посадке, то да, я согласна. Если это была какая-то групповая посадка, можно безболезненно заменить ее на другую породу. Такую же породу может быть и липа, может быть и каштан, которые более такие тоже красивые, и в наших местах они хорошо себя чувствуют, липа шикарно издают запах, когда цветет устойчивый, да, и устойчивый к нашим погодным условиям. Ну что же, наше время подходит к концу. Завершая программу, хочу предоставить вам заключительное слово. Вот сейчас, мне кажется, пик цветения всех растений, и хочется, конечно, наш город и нашу природу в городе сохранить вот такой, какая она есть. Поэтому пару слов нашим жителям в этом плане. Надежда Кузьминишна. Хотела, чтобы наш город был зеленым, красивым, благоустроенным, чтобы люди, которые приезжают к нам в гости, туристы, значит, обязательно посмотрели все наши достопримечательности, посмотрели наши все, значит, красивые кашпо, посмотрели наши цветники и сказали, да, эти люди живут в достойном городе. Спасибо большое. Да, мне кажется, лучше не скажешь. Спасибо большое за участие в программе, спасибо за ваши компетентные ответы, уважаемые гости. Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну а, проходя по улицам и скверам нашего замечательного, любимого города Самары, обратите внимание, вспомните о том труде, который сделали вот эти люди, которые сегодня были гостями моей программы. Любуйтесь, любуйтесь и наслаждайтесь. Но не нужно причинять вред. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!